Сегодня утром на адрес электронной почты телеканала нам поступило письмо с вложенным видеофайлом. Мобильные репортеры прислали кадры возгорания в строящемся микрорайоне недалеко от гимназии. Вот так выглядел пожар из окон дома на Жуковском проезде. Внимание на экран. Огромные клубы черного дыма привлекли внимание многих видновчан. В том числе возгорание заметила и наша съемочная группа. Отложив редакционное задание, корреспондент телеканала «Видное ТВ» Юлия Погасьян отправилась на место события. Подробности в нашем эксклюзивном материале. В понедельник примерно в 11 утра «Видное» было окутано черным дымом. Одна за одной пожарные машины стали выезжать на место происшествия. Бицепский проезд, новый микрорайон «Радужный», который пока находится в стадии строительства. Здесь произошел пожар. На территорию не пускают представители СМИ, ничего не хотят объяснять. Уже приехало две машины пожарной, которые сейчас тушат этот пожар. Но огонь очень сильный, а главное дым распространился по всему городу. На месте ЧП каких-либо комментариев мы так и не получили. Но позже о случившейся ситуации нам подробно рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Ленинскому району Олег Савченко. Прибывшими пожарными подразделениями обнаружено, что идет возгорание на площади около 280 метров квадратных. Складируемый на уровне земли утеплитель «Приматекс», который использовался для утепления внутри бетонных стяжек на новостройке. Не в самом жилом корпусе, а на перекрытии между парковкой нижней, внутренней подземной и внешней. Сведутся процессы предприятия, действия по истребованию и объяснению различных документов касаемого самого материала, который сгорел. Пока по причине сказать конкретного ничего не могу, в связи с тем, что пока даются показания свидетелей, очевидцев, и устанавливаются все обстоятельства данного дела. Наши доблестные пожарные очень быстро устранили огонь. Юлия Погося, Владимир Бижонов, Елена Кошлева. Видное ТВ.